Я благодарю тебя Для России пришло время Также переступить невидимую черту В свое призвание В свое благословение И мы делаем это во имя Иисуса Христа Благословляя эту землю Благословляя живущих на ней Эту черту переступить Как точку невозврата Я благодарю тебя, Дух Святой Потому что в этой точке Ты многое поменял И продолжаешь это делать В умах и сердцах людей Чтобы перевести через невидимую черту И сказать Вот твое призвание, страна Вот твое призвание, Россия Быть местом света Быть местом жизни Я утверждаю это слово Которое ты дал на ночной молитве Чтобы никакой Валаам Не произносил проклятие В адрес этой страны Но чтобы ты вложил в уста Только благословлять Я благодарю тебя, что мы сейчас Это делаем вместе с тобой Ты когда-то говорил с этим пророком И сейчас мы утверждаем, Господь Что люди в разных местах Могут по-разному мыслить Но вкладывай в уста Слова благословения Потому что только благословение Это легальное слово В устах народа твоего И пусть оно будет сильным И результативным Поэтому мы подчиняем Послушание Христу Каждую мысль Говорящих, молящихся И направляющих свои взоры На эту землю Придворяем все молитвы Пред тобой Где ты обитаешь среди нас Слава тебе Благословляю сейчас это слово Которому должно звучать Благословляю наши сердца И мы принимаем то благословение Которое обогащает Печали не приносит Вразумляет, наставляет Направляет и укрепляет Стопы народа твоего На пути правды На пути спасения И поэтому мы сейчас можем говорить Это моя Библия Я есть то, что в ней сказано Я есть Я имею то, что в ней сказано Я имею Я могу то, что в ней сказано Я могу И теперь Я смело заявляю Мое сознание готово Мое сердце открыто Принять непорочное Неизменное Вечно живое Семя Слова Божьего Это изменит мою жизнь Навсегда 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 Во имя Иисуса Христа Аминь Садимся в Божьем присутствии, друзья И добавлю К тому, что говорил Василий По поводу курса Дело в том, что Есть базовые вещи Которые уже записаны И которые пойдут На расширение А есть договоренности Сейчас, как вы знаете Находясь в Америке Я была в рейдинге И мы там договорились С рядом людей Которые будут участвовать В этом курсе Также То есть это не ограничивается Тремя человеками Кириллом Василием И мной А у нас есть сотрудничество С многими людьми Кто в этом уже двигается И естественно Они тоже будут включены Но уже в следующие модули Поэтому я вас просто Благословляю На расширение Нашего восприятия Божьих даров Внутри нас И на возможность Их обрабатывать Любой талант Данный И обнаруженный Внутри Сам по себе Не формируется Он просто есть Но его надо обрабатывать Его надо применять На практике И через это Также усиливаться В Боге И еще также хочу сказать Что у нас Следующее воскресенье Будет Некоторый такой праздник Да Потому что нам будет Восемь лет Как церкви И я хочу уже сейчас Предварительно вас Вдохновить На то Чтобы мы могли Поблагодарить Бога За новое начало Потому что Восемь лет Это цифра особенная Ну а с вами Мы движемся В теме Которая будет Продолжением Некоторых Прошлых Встреч Прошлых Общений Но в то же время Она имеет уже Свой оттенок Предвестники Божьей славы Мы говорим О славе Мы ее ждем О славе Которую Бог Предназначил Для нашего времени Для того Чтобы проявиться В конце сезона Человечества В конце времен Но есть Предвестники Мы определяем Весну Потому что Мы начинаем Видеть Тает снег Появляется Больше солнца В нашей местности По крайней мере Птицы Начинают появляться Или меняться Одни на другие Даже тогда Когда еще Снег лежит Мы уже точно знаем Весна пришла По каким-то Определенным признакам Но предвестники Божьей славы Это не просто Какие-то птицы Хотя и они В том числе Потому что Начинают подниматься Орлы Начинают подниматься Какие-то особые Дары Внутри тела Христова И надо Принимая Эти дары Понимать Что это не просто так Они даны сегодня В нашем окружении Или в нашем состоянии А потому что Время пришло Менять Свою позицию В Боге Менять Основание В смысле Расширять его Основание Если оно положено Было правильным Его как раз Надо только утвердить И поэтому Сегодня мы с вами Поговорим о таких вещах Без которых Слава Божья Не приходит И их надо для себя Утвердить В своем сердце В своей жизни И первое Это вера О которой мы с вами говорили Без веры Угодить Богу Невозможно И то что мы видим На примере Еноха Верую Енох Переселен был так Что не видел смерти И не стало его Потому что Бог переселил его Ибо прежде Переселения своего Получил он Свидетельство Что угодил Богу И вот это Угождение Богу Оно было связано С понятием Его веры То есть без веры Угодить Богу Невозможно Ибо надобно Чтобы приходящий К Богу Продолжите фразу Веровал Что он есть И ищущим Его воздает Значит первый акцент Что он есть А еще второй акцент Что он есть Что он из себя представляет Какой Бог в нашей жизни Какой уже известен тебе Бог Что он есть Это первое Да что мы знаем Что Бог существует А теперь каким он В моей жизни Уже проявлялся Недавно мне пришлось Слышать одно свидетельство Потому что здесь написано Что ищущим Его он воздает Что Бог есть Это люди Многие могут Где-то догадываться Где-то даже верить Но какой он И какие отношения У них У всех они разные И вот эта женщина Из мусульманской среды Она никак не могла Даже с самого детства Понять Зачем она родилась Зачем она живет И почему внутри Какая-то пустота Которую хочется Восполнять Она задавала эти вопросы Всем кто ее окружал А ей говорили Что тебе надо Просто читать намаз Но она не понимала Почему его надо Читать на незнакомом Ей языке Потому что она Этот язык не знает А может сделать ошибки При чтении И читать просто то Что ты Что ты не понимаешь Для нее это был Большой вопрос И в конечном итоге Когда она уже выросла Вышла замуж У нее были дети И она жила Соответственно В мусульманском мире В мусульманской среде И вот в ее сердце Вопросы продолжались Господь Ты есть? А если ты есть То какой ты? Как мне с тобой Найти отношения? Какой ты? И она задавала эти вопросы Однажды Прямо, говорит Стояла Варила что-то У кастрюль И плакала И говорила Господь Я так хочу узнать Есть ты или нет? А если есть То какой ты? И она плакала Слезы капали Прямо в ту кастрюлю И она услышала Я есть Но между тобой И мной Есть стена Она говорит Что за стена? Даже сразу Не поняла Почему Кто с ней разговаривает? Потому что Никого рядом не было Но она четко понимала Что это вопросы Или ответы Уже звучат в ее сердце Между тобой И мной Есть стена Что за стена? Стена Это грех Какой грех? Я же не выпиваю Я же не гуляю Я же Какой грех? И тут перед ее глазами Стали вставать Какие-то события Она стала их узнавать И Господь говорит Только Покаяние Позволит тебе Разрушить Эту стену И она Стала спрашивать А что за покаяние? Как я могу Его осуществить? Где? И в чем кается? И однажды Приходила учительница К нему домой Обучала его ребенка Репетиторству Было там И она задала вопрос Этой русской женщине Скажите А вы случайно Верите в Бога или нет? Она говорит Верю Но говорит Я по одному вопросу Задавала Поэтому на следующий раз Когда она пришла Спросила А вы в какого Бога верите? Она сказала В следующий раз Она пришла Говорит А вы куда-то ходите? Хожу в церковь В следующий раз Она задает Четвертый вопрос А я могу с вами пойти? Она говорит А зачем? Говорит Покаяться Вы знаете Удивительно Когда Бог ведет сам Покаяться И она говорит Решила так Я один раз схожу Покаюсь А потом я уже все Мне же надо только покаяться Потом я уже не буду ходить Мне только покаяться Но когда она пришла На это служение И услышала призыв К покаянию Что происходило В ее сердце Она говорит Такая была война Внутри Как ты предашь Религию предков Да тебя же все возненавидят Да тебя же будут уничтожать И так далее Но другой голос Говорит Ты же для этого пришла Ты пришла Чтобы покаяться И вот у нее Эта война была А пастор Который приглашал В этот момент Не торопился И просто ждал И ждал В конечном итоге Когда она вышла Она говорит Да И она услышала Такую фразу Наверное от пастора Вкусите И увидите Как благ Господь И она сказала Хорошо Я выйду Но если ты невкусный То я вернусь назад И она говорит И когда я вышла Я пережила Такую Победу внутри И оставался Только вопрос Как тебе рассказать Мужу Муж в это время Был в командировке На 4 месяца И она продолжала Ходить в церковь Эти 4 месяца Укрепляться Конечно не один раз Ее теперь уже Все там устраивало Дети оказались В воскресной школе Но вы знаете История этой женщины Она такая Тревожная По последствиям Потому что муж Когда узнал Он просто Через 4 месяца Она решила ему Вернее Когда он вернулся И они еще пытались Ходить в церковь И могли Каким-то образом Хитрым уходить Но в конечном итоге Она поняла Так нельзя И надо сказать И она стала просить Господь Когда это сделать И он ей сказал Скажи в свой день рождения И вот день рождения Когда муж накрыл стол Потому что они ушли На служение Просто он не знал куда И когда она пришла На свой день рождения Она понимала Что сейчас ей надо Это сделать И как только она Открыла Свои уста И сказала о том Что ты знаешь Куда мы ходим Каждое воскресенье Ты все время удивляешься А я хочу тебе сказать Время пришло Что я встретилась Со Христом Я всю жизнь его искала Я не знала Какой он Я только задавала вопросы И ты знаешь Как меня пустота Внутри мучила И сколько раз Я просила Чтобы эта пустота Была восполнена Но никто и ничто Не мог это восполнить Христос это восполнил Он живой Он просто замерз И в конечном итоге Началась Борьба против нее Что она выдержала Я не буду сейчас говорить Но однажды Он решил ее просто убить Сначала заставлял ее отречься В конечном итоге Когда она сказала Нет Я не могу отказаться От того Что я всю жизнь искала Тогда он привел ее В комнату И говорит Смотри Вот лежит мешок И вот лежит топор Я сейчас тебя просто Изрублю И вот в этом мешке Вынесу В лес И тебя никто не узнает Где ты похоронена Потому что ты Будешь полностью разрушена Даже твои отпечатки пальцев Я сделаю так Чтобы никто их не увидел И он вот эти картины Я рисовал Показывал ей на этот топор И она сказала Слушай Я не отрекусь от Христа Ты можешь делать все Что ты хочешь Но каждый мой кусочек Который ты разрубишь Будет говорить Что он тебя любит Он посмотрел на нее И сказал Ты какая-то ненормальная Взял топор И подошел к ней Она просто закрыла глаза Закрыла руками лицо И вдруг поняла Что нет удара Она открыла глаза И увидела Что топор висит в воздухе Над ее головой А муж ее стоит замороженный И в ужасе куда-то смотрит И вот таким образом Он постоял А она продолжала ему говорить Что я люблю тебя Я люблю Бога Я люблю тебя И в конечном итоге Когда он пришел в себя Как разморозился Он очень много высказал Проклятие в ее адрес И ушел Он ушел потом из семьи Но сам факт Вот это Поиск Сердца Посмотрите Еще раз прочитаю И без веры И без веры Богу угодить В будущем Просто будет ли церковь Потому что И вдруг Он умер И вдруг И вдруг один сорвался Эти слова Их он умер Их он умер И все еще раз И все еще раз И если мы читаем Да веселится сердце ищущих Господа. В защите Господа и силы Его ищите непрестанно лица Его. Вот что нам показано искать. Не просто Господа как явление, а искать Его силы, искать Его лица. Почему лицо важно здесь? Потому что когда мы ищем руки Его, то многие ищут. И мы сейчас слышали, детство, младенчество, оно сопряжено с рукой. Когда дай, и я хочу получить, и я хочу иметь, и я хочу взять. Но когда мы ищем лица Божьего, у нас другие вопросы. Господь, а что Ты хочешь от меня? А куда Ты меня хочешь направить? Вот я, пошли меня. Ищем лица, ищем благосклонности, ищем Его глаз, ищем Его возможности в нашей жизни. Как она будет проявляться? И потому вот это то, что написано, важно искать силы Его и лица Его. Ищите Господа, когда можно найти Его. Еще один важный параметр. Искать Бога можно тогда, когда Он рядом, когда Он что-то вокруг нас формирует. Но иногда Он удалялся от народа. Иногда удалялся от нации, удалялся от каких-то, может быть, отдельно взятых людей. Но Он говорит, ищите, когда я рядом, ищите, когда я здесь. А почему удалялся? Понятно, есть на то причины. И эти причины, о которых уже следующий фактор нам говорит, это вопрос веры, поиска и вопрос смирения. Это уже третий момент, когда мы начинаем смиряться пред лицом Божьим. Потому что против гордости всегда есть противостояние неба. Потому что гордым Бог противится. А смиренным дает благодать. И то место, которое мы часто читаем, если я заключу небо, это тоже пролипоменован 7 глава, но вторая книга. Если я заключу небо, и не будет дождя. И если повелю саранче поедать землю. Или пошлю моровую язву на народ мой. Я думаю, что здесь не все перечислены трудности, с которыми может встретиться человек. Но ряд из них говорит нам о том, что как только пришла какая-то ситуация неординарная, а уж тем более на размер страны, на размер нации, на размер города, на размер рода, как только пришло что-то и не уходит, как тот горящий куст перед Моисеем, то это говорит о том, что есть причина, которой вызвана эта ситуация. И важно не просто просить Господи, избавь, Господи, освободи, останови, а задавать вопросы Господь, для чего я сейчас это прохожу, и какова причина, почему я здесь оказался. И вот тогда, когда мы правильные вопросы задаем, мы быстрее получаем ответы. А когда получаем ответы, у нас есть шанс поменять ситуацию. Не тогда, когда мне плохо, я говорю, Господь, выведи меня из огня. Господь, останови этот процесс по всему миру. Он говорит, подожди, я еще не разобрался, я еще не достиг цели, потому что ты так и не понял, почему оказался тут, или оказался целый род, или оказался целый народ, или целая страна, или страны. То есть масштаб здесь уже не так важен. Главные причины, которые вызывают то, где мы оказываемся. И потому Господь говорит, если это произойдет в твоей жизни, в жизни твоего народа, в жизни страны, в жизни, где ты находишься, и если это произойдет, то смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего. Вы знаете, во что превращаются ряд иногда молитвы? Они могут превращаться просто в указание, что Богу надо сделать. И человек говорит, я молюсь. Но указание Богу мы не вправе давать. Вопрос смирения – это когда ты не указываешь Богу, что делать, а когда ты начинаешь искать Его лица и просить милости и прощения для своей судьбы, для своей жизни, и вот тогда, когда это происходит, и ты это делаешь, тогда Господь начинает вникать во все остальные последующие вопросы. И потому, если смирится народ мой. Итак, друзья, это очень важный компонент, добавляющийся к вере и к поиску вопрос смиренного сердца. Если сердце смиряется, то тогда ты не ищешь виноватых, тогда ты не говоришь, а вот Он что? Или почему Он сделал так, значит, у меня это вызвало такую реакцию. А вот теперь с этой реакцией, пожалуйста, живите, потому что вы сами виноваты. И многие люди сегодня по обстоятельствам весьма непростым начинают брать на себя вопрос суда, а Богу указывать, что делать. Так вот, друзья, мы не имеем права это делать на полный результат. Ты можешь это сделать, как человек со свободной волей, но результата не будет. А вот если мы хотим иметь результаты явления славы, то смирение потребуется. Оно просто является необходимым условием для явления Божьей славы. Восстановки военных действий, восстановки плача в сердцах матерей или там жен. Вот здесь смирение потребуется. Не вопрос того, что вот ты сделай так и тогда. Друзья, с Богом можно разговаривать по-разному, по состоянию сердца, но Господь отвечает на те молитвы, которые являются Его волей. А если ты что-то выпрашиваешь настойчивостью, то Он тоже может сказать, да, хорошо, ешьте, вот вам мясо, но из ушей полезет. А потом из-за этого ропота змеи выползли. А потом эти люди остались в пустыне и вошли в землю обетования. Мы эти вещи знаем. Они, да, они дерзко говорили, они роптали. Господь говорит, хорошо, по вашему словам, я вам и сделаю. Вы говорите, лучше бы вам там, в Египте остаться, а то вы здесь умрете. Значит, умрете здесь. По вашим словам, будет вам. Но разве такую славу мы ищем? Мы ищем проявленную славу Божью, которая приведет в движение и в исполнение всех призваний у каждой нации, у каждого народа. И потому без смирения это не произойдет. И вот тогда, когда народ смирится, который именуется именем моим, если ты себя видишь именующимся Божьим именем, то смирение – это одно из важнейших состояний после веры. Который именуется именем моим, будут молиться и взыщут лица моего. Взыщут лица моего. Не взыщут условий своих, не взыщут того, что хотят получить, а взыщут лица моего. И обратятся от худых дел своих. Вот оказывается, что просвещает нас. До этого даже не видели худых дел. Как начинаем смотреть на его лицо, начинаем просвещаться его светом, тогда мы вдруг начинаем видеть, а вот это можно было сказать иначе, а вот это можно было сделать иначе, а вот это вообще не делать, а вот здесь вообще промолчать. То есть тогда, когда мы начинаем видеть в свете Божьего лица обстоятельства, у нас меняется риторика, у нас меняются молитвы, у нас меняются отношения к людям. Это все то, что свет Божий просвещает внутри нас. Но начинается это со смирения. «И я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Это то, что нам важно иметь сегодня. «Прощу грехи их и исцелю землю их». Без этого земля не будет плодоносить, без этого земля будет заражена химикатами и различного рода отравлениями, потому что Господь говорит, «Я исцелю землю как последний этап, а до этого у меня есть отношения с моим народом, у меня есть отношения с теми, на ком имя мое наречено. И вот с этими людьми я сначала действую и работаю». Если это не происходит, то не происходят и последующие части. Итак, друзья, когда мы читаем такие слова, «Утешайте, утешайте народ мой», говорит Бог ваш, это Исайя 40 глава, «Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправдой его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Вот, оказывается, когда утешение-то приходит, когда есть какая-то уже школа, когда человек прошел, сделал выводы, получил ответы от Бога и говорит, «А вот теперь я хочу, чтобы ты утешился, потому что то, что я сейчас сделаю, это будет тотальным спасением наций». Откуда я могу это сказать? Потому что мы читаем «Глаз вопиющего в пустыне», «Приготовьте путь Господу», известный текст, «Прямыми сделайте в степестезе Богу нашему, всякие долды наполнятся, всякая гора и холм допонизятся», вот они уже пошли, процессы изменения и преображения нашей внутренности, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Горы и холмы – это все, что связано с тщеславием и гордостью, кривые пути – это компромиссы с жизнью, это желание жить и там, и там, быть наполовину в мире, наполовину с Богом. Вот эти все кривизны, Господь говорит, «Я их хочу исправить». И тогда, когда они исправляются, явится слава Господне. Вот он итог исцеления отношений внутри себя и снаружи. «Узрит всякая плоть спасения Божьего, ибо уста Господне изрекли это». Итак, друзья, у Бога есть возможность исправлять наши кривизны. У Бога есть желание с нами это сделать, но что-то мешает. А вот что мешает – это еще один пункт, который я хотела бы сейчас успеть с вами разобрать чуть больше, чем предыдущие. Это страх Господен. Страх Господен. Почему он важен? Я слышала свидетельство Бивера, который приехал в церковь в Бразилии, где было столько людей, что яблоку негде было упасть, зал был переполненный, пела группа прославления, очень качественно это делала. Он стоял и говорил, «Господь, а почему тебя здесь нет? Что происходит? Почему тебя нет в этом зале?» И он так простоял, Господь ему говорит, «Ты глянись вокруг». Он посмотрел, а люди, кто-то с телефоном, кто-то шептался, кто-то в сумке ковырялся. И так весь зал кто-то чем-то занимался. И он говорит, «Когда я вышел на проповедь, то я сначала стоял несколько минут молча. Чтобы привлечь внимание всех». И когда он привлек внимание, то он сказал, «Скажите, а вы сюда зачем пришли? Вот Бога здесь нет. Вы зачем сюда пришли?» Они так немножко были обескуражены. Дело в том, что ваше отношение к нему показывает о том, что он для вас не важен. Вот если бы сейчас здесь сидел Пеле, то как бы вы, и вышел на сцену, как бы вы отреагировали? Если бы президент страны здесь оказался, наверное, бы все свои сумочки отложили в сторону. Вы знаете, вот это некоторое обличение, потому что Бог ему сказал, «Справься с этой ситуацией», когда он увидел. И он говорит, «Да, мне надо было теперь что-то изменить в атмосфере, потому что говорить в этот момент, когда Бога нет, я не хотел, это было выше, так скажем, чем я мог себе позволить». И поэтому он сказал, «И поэтому сейчас я просто вам предлагаю принести пред Богом покаяние за то, что вы потеряли страх Господен». И когда, говорит, стали люди каяться и приносить вот пред Бога вот это свое состояние небрежности пред Его лицо, то Божье присутствие стало опускаться. И оно стало опускаться так ярко, оно стало таким осязаемым, что после покаяния Божье присутствие оно просто накрыло весь зал. И тогда уже говорить можно было в другом потоке. Слава Богу за то, что в основном мы в зале не имеем такой проблемы. Я верю, что вы и в поклонение, и во время слова я вижу ваши, не просто глаза, ваши уши, когда вы начинаете понимать, что слово звучит лично для каждого, и вы слышите. Поэтому слава Богу за это. Но страх Господень это образ жизни, это образ отношений. Когда я понимаю, что у меня есть Небесный Отец, Он очень любящий, но как Отец Он говорит, если я Отец, то где почтение передо мной? А если я Бог, где благоговение передо мной? Вот они два составляющих, две составляющих, два пункта, которые объединенно говорят о страхе Господнем. И потому, если мы понимаем, что мой Отец, Он небеса сотворил, Он раскинул свои шатры, Он дал нам возможность жить под Его покровом, это мой Отец, но Он же и Бог, Он Творец, Он любящий, Он спасающий. И вот страх Господень, который позволяет людям начинать выстраивать по-другому отношение с почтением перед Богом. И посмотрите, страх Господень чист, это 18-й Псалом, пребывает вовек. Страх Господень чист пребывает вовек. Дело в том, что в Едеме Ева и Адам, они имели отцовские отношения к себе, они были как дети по отношению к Богу, но отношения, страха Господнего, они потеряли, или даже не думали об этом, и потеряли свой статус. Если мы посмотрим на Люцифера, который был возглавляющим поклонение и прославление, а во время состояния, которое пришло в его сердце как гордость, страх Господень мог остановить, а вот его не оказалось, и он потерял то, что имел. Сегодня мы видим, как многие люди, которые были раньше вроде как в движении Божьей славы, сегодня непонятно где находятся, и ты думаешь, Господи, в чем дело? Талантливые, способные служить Богу в своих дарах и талантах, вдруг их нет, потому что, друзья, страх Господень не удержал, потому что его там не оказалось, и люди думают, ну я же люблю Бога, да, ты любишь Бога, это здорово, но без страха Господнего ты теряешь границу, и ее переступаешь легко. И также одному из известных служителей, который оказался в тюрьме, приехал Бивер к нему навестить его, и говорит, слушай, скажи мне, где ты потерял любовь Божью? Вот я ее не потерял, я любил всегда, я потерял страх Господень, и здесь в тюрьме мне Господь об этом показал. Поэтому я хочу, друзья, вот это понимание, слава Божья придет, придут чудеса, чудеса придут, есть повод гордости, есть повод какой-то причастности к чему-то большому, и наоборот, к чему-то проблемному вокруг. И вот, чтобы это не случилось, Господь говорит, моя слава придет и накроет вас, но мне важно, чтобы страх Господень стал вашим сокровищем, чтобы об этом надо было говорить со мной, прежде чем придет излияние славы. Вот это предшествующее состояние, чтобы начать об этом говорить, Господи, где я потерял страх Господень, где я живу в компромиссе и не замечаю, где я говорю какие-то слова, может быть, не совсем правдивые, где-то лицемерные, и это для меня уже стало нормой. Я сейчас не говорю об открытом грехе, если для кого-то это тоже сегодня является предмет борьбы. Страх Господень чист. Видите его характеристика? Чистота это его природа. Поэтому тогда, когда приходит чистота в наше мышление, в нашу жизнь, тогда и поведение наше меняется. Чистое мышление дает чистые слова. Чистые слова дают чистый результат. Потому что чистота это как печать на образе жизни. И страх Господень чист. Он не живет в компромиссах. Он живет в почтении к Богу. И вы знаете, это как раз и есть. Когда ты понимаешь и благоговея перед Богом, ты не хочешь потерять эти живые отношения с Ним. Если формально, ты можешь их иметь всегда. Но живые отношения, чистота Божья в том, чтобы это наше сердце это взяло и умножило эту чистоту. И вы знаете, Господь предупредил и сказал, настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения. Кто хочет изобилие спасения своим родным, близким? Друзья, есть такие желающие, да? Изобилие спасения. Настанут безопасные. Кто хочет безопасные времена? Тоже хотелось бы, да? Иметь. Настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Когда? Когда страх Господень будет сокровищем Твоим. Когда страх Господень станет сокровищем Твоим. Сокровищем. Не просто знать, что это есть, а я это так хочу иметь, что я это буду охранять, я это буду оберегать, потому что это часть мудрости. Совет от страха Господнего — это часть мудрости. И это мы с вами можем читать в нескольких местах. Начало мудрости — страх Господен. Познание святого — разум. Но начало мудрости — страх Господен. Это известный текст. Страх Господен прибавляет дней. Летажи нечестивых сократятся. Поэтому страх Господен — это еще уверенность в грядущих днях, уверенность в его стабильной будущности для нас. А теперь прям песнь для страха Господнего в книге Иисуса Сына Сирахова. Страх Господен — слава и честь, веселье и венец радости. Видите, оказывается, что происходит? Потому что скорбь и теснота всякому делающему беззаконие. Сначала иудею, потом и елену. Если человек делает что-то компромиссное, приходит скорбь и теснота. И поэтому радоваться в этом состоянии не получается. У человека есть много-много всяких претензий к другим в этот момент, но радости там нет. Но у страха Господнего есть производное, где страх Господен — там слава и честь, веселье и венец радости. Это его характеристика. Страх Господен усладит сердце и даст веселье и радость, и долгоденствие. То есть вот что нам нужно нашему сердцу. Потому что когда есть этот страх Господен... Друзья, я думаю, что вы меня понимаете. Я не говорю о страхе такого, что мне бы с Богом не встречаться. Вы там с Ним общаетесь, а мне передадите. Вот я с Ним не хочу вообще. Нет, не об этом вообще речь. Наоборот, я хочу иметь эти отношения, потому что Он для меня Отец. Потому что Он для меня еще и Господин жизни, который дал мне призвание. Я хочу исполнить это призвание на Его обеспечение. Потому что ни один воин не служит на своем обеспечении. Он имеет в виду нас высвобождать и благословлять в нас ту природу, которая является Его частью в нашей жизни. Боящегося Господа благо будет напоследок. То есть у страха Господнего есть еще такие перспективы, что я могу, живя, не беспокоиться о будущем. Благо будет напоследок. И в день смерти своей Он получит благословение. Я не знаю, друзья, кто сейчас уже думает о дне своей смерти, но рекомендую о финише своей жизни с Богом разговаривать. Потому что тогда, когда мы оказываемся вот так на похоронах, как вот это было в понедельник, то это всегда момент задуматься. А сколько уже в твоей жизни того плода? Сколько в твоей жизни того сделано, что Бог тебе предназначил сделать? И как ты в этом движешься дальше, в каком темпе? Есть ли уже результат твоих отношений с Богом? То есть это то, о чем сказал Соломон, что лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира. Потому что в доме плача ты о чем-то начинаешь серьезным думать. Это не надо там жить в доме плача, но захаживать туда периодически надо, чтобы видеть себя и сравнивать. И вот здесь, когда Соломон говорит, что боящийся Господа будет благо напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Почему-то меняются ценности, когда человек начинает смотреть в лицо смерти. Потому что ты с собой ничего не унесешь отсюда. А вот то, что собрал в душе, в духе, унесешь. И потому вдруг в этот момент у людей появляются такие вопросы. А вообще зачем я жил? Что я сделать успел? И ведь если вы когда-то читали высказывания людей перед смертью, особенно тех атеистов, когда-то сказал Максиму Горький, «Жизнью я глубоко обманут, Господь успокой мою душу». И вот такие вот слова, когда люди начинали понимать, что их жизнь, она прошла, но не в то русло попала, а вот тем, которые имеют страх Господен, благо будет напоследок. Вот там, в день смерти, ты тоже получишь благословение. Я думаю, что это очень сильное наследство, которое нам доставил Господь. Мы живем и не боимся смерти. Но не боимся не просто так, знаете, по легкости, а потому что я знаю, что моя жизнь охраняется. И охранниками являются страх Господен и мудрость. Начало мудрости, страх Господен, они в тандеме двигаются. И поэтому эта мудрость мне подскажет, страх Господен укажет на границу, которую нельзя переступать. И это для меня как раз и есть безопасность моей жизни, и будущность моя обеспечена моим Богом. Страх Господен – дар от Господа. Вот еще одно откровение, друзья. Его надо просить. Это дар от Господа. Поэтому лучше поговорить об этом Господе. А у меня есть этот дар? Если есть, как я к нему отношусь? И как он меня защищал или защищает до сих пор? Любовь к Господу – славная премудрость. А еще за конец фразы. Страх Господен – дар от Господа и поставляет на стезях любви. То есть любовь станет тоже нашим источником. Любовь к Господу – славная премудрость. И кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога. И с верными она образуется вместе во чреве. Вы знаете, друзья, оказывается, это может передаваться по наследству. Вот человек ходит и носит внутри себя дитя. И если в его сердце есть страх Господен, он по наследству может передаваться. Потому что с верными она пребывает от утробы. Вот, оказывается, родительская часть в чем еще состоит. Чтобы быть ответственными за то, какое наследство я передаю ребенку, который я ношу во чреве. То есть я могу ему передать то, что является сокровищем для меня уже от утробы. Начало премудрости – бояться Бога. И с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их вверятся. Полнота премудрости – бояться Господа. Она напаяет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовы их произведениями своими. Как вы думаете, если бы люди понимали, что страх Господен приводят к кладовым наполненным, чтобы все твои желания исполнялись, то, наверное, по-другому бы просили у Бога. Сегодня просят следствие, а нам Господь открывает суть вещей. Говорит, вот, посмотрите, причина того, чтобы в твою жизнь пришло все, и тобой не овладела, а ты бы этим владел – страх Господен. Страх Господен. И вот это то, что мне позволит тебя благословлять так, чтобы у тебя через край переливалось. Потому что страх Господен тебя удержит от гордости, страх Господен удержит от жадности, страх Господен удержит от эгоизма, страх Господен удержит от контроля. Это все мой страх Господен, и это есть мудрость. И вот тогда, когда ты это просишь, то все остальное будет к кладовым твоим приходить, и в жизнь твою приходить, и ты будешь щедр на всякое доброе дело. потому что страх Господень научит, а Он чист. Венец премудрости — страх Господень. Произвращающий мир и невредимое здоровье, но то и другое — дары Бога, которые распространяют славу любящих Его. Он видел ее и измерил, пролил, как дождь ведения и разумное знание и возвысил славу обладающих ею. А теперь смотрите, начало мудрости — страх Господень, венец мудрости, корень премудрости боятся Господа. И корень тоже там имеет эту природу. Не только ветви, не только влияния, не только плоды. Корень премудрости боятся Господа. А ветви ее долгоденствия, страх Господень отгоняют грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться. В сокровищницах премудрости — притчи разума. Грешник уже, страх Господень ненавистен. Посмотрите, когда говоришь человеку о страхе Господнем, он говорит, да ну тебя, да ладно тебе, да нас Господь всех любит. Это говорит о том, что есть грех в жизни человека, и он просто хочет его прикрывать таким легким поведением и легким отношением. Он ненавистен для него. «Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх перед Господом, и благоугождение ему вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху пред Господом, и не приступай к нему с раздвоенным сердцем. Не будь недоверчивым к страху Господа». Итак, друзья, когда мы с вами начинаем понимать, что происходит в этом мире, а как мы понимаем, кто откуда берет информацию, кто берет ее из СМИ, кто берет ее от авторитетных людей, кто берет ее из источников, может быть, одних или других. Но Господь говорит, если ты имеешь страх Господен, ты будешь удержан от чего-то очень серьезного. Ты будешь удержан от неправильных выводов и решений. Потому что, смотрите, в Иисусе Христе, написанном у пророка Исаия, произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, «И почиет на нем дух Господен». Дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия. Это мы с вами уже разбирали отдельные прям пункты. «И страхом Господнем исполнится». Вы представляете, Иисусу Христу надо было исполниться страхом Господнем. Казалось бы, как? А о нем пророк говорит. Вот этот дух почиет на нем, и он страхом Господнем исполнится. Потому что, чтобы все проявились вот эти все дары, семь даров или семь грани этих даров, этих духов, надо исполниться страхом Господнем и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Поэтому посмотри, кто сформировал твою позицию сегодня. Какие слухи, какие взгляды, какие источники. Но тогда, когда страха Господнего внутри нет, то будет обязательно перетяжка каната. Но если есть страх Господень, то ты начинаешь не по слуху ушей, не по взгляду очей судить дела. А страх Господень тебя направляет туда, где Господь на самом деле имеет в виду собирать молитвы святых, имеет в виду по этим молитвам работать, имеет в виду менять твое и мое мышление, имеет в виду расширять пределы. Потому что любящим Бога дается знание от Него. А я хочу знание получать не из тех источников, которые разноплановые. Господь, что Ты сейчас делаешь в этот момент времени? Какие у тебя есть задачи для меня, как человека, молитвы? Для меня, как человека, ходатая? Какие у тебя есть предложения? О чем, о ком молиться и ходатайствовать? Пусть мудрость будет советницей, а страх Господень стражником. И вот тогда, друзья, мы на самом деле начинаем являть Христа на этой земле, являть Его природу. Потому что иначе мы просто говорим Богу, что Ему делать, а потом начинаем искать виноватых, и говорить, нет, что-то не то сделали, и так далее. Мы сами не знаем, о чем молиться. Но Дух Святой внутри нас. И страх Господень нас направляет. И мудрость, она дает совет. И тогда все молитвы попадают в цель. И тогда слава Господня не замедлит прийти. А пришедшая слава Господня меняет все вокруг. Она меняет мышление, она меняет сердца, она меняет отношения. И люди, когда начинают каяться перед Богом в искренности, в глубине сердца произнося те слова, которые меняют атмосферу, прежде всего, внутреннего мира. Когда холмы и горы понижаются, кривизны выправляются, неровные пути становятся гладкими, долина наполняется ведением, а слава Господня является. Итак, у нас есть предшественники славы, друзья. Первое – это возможность верить, какой наш Бог, верить и искать Его. Искать Его лица в смирении. Это еще один пункт. Смиряться пред Богом. И вот четвертый – страх Господень. И страх Господень, который есть, ненавидеть зло – это еще, друзья, мало просто возлюбить правду. Надо еще возненавидеть зло. Возлюбил правду и возненавидел зло. И возлюбил тебя, Боже, Бог твой, или наполнил елеем радости боли соучастников твоих. И потому я хочу, чтобы мы с вами поняли, есть у нас внутри определенный процесс. Бог за этим процессом стоит своей властью. Бог за этим процессом стоит своими возможностями. Но, говорит, мне нужно твое согласие, чтобы я начатое довел до конца. А когда слава моя явится, тогда все вскроется. Я вот удивляюсь, друзья, каждый раз тому, когда Господь начинает вскрывать какие-то вещи за последнее время о церкви или что в церквях происходит, раньше этого не было вообще видно. Но за последние два-три, может быть, максимум четыре года столько вскрылось, столько проявилось. Думаешь, Господи, это что? Он говорит, потому что я созидаю церковь свою. И поэтому от всех плевел и от всего негативного я буду освобождать церковь. Я буду освобождать народ. Я буду освобождать эту землю. Потому что время пришло, чтобы церковь моя стала, как устроенная на вершине горы, город. Потому что к этой горе и к этому городу потекут все народы. И вот это явление моей славы. И уже никто не устоит, когда слава моя явится. Но мне сегодня нужны люди, носители этой славы. А носители славы начинают через веру, приходя к смирению и к страху Господнему. Давайте поднимемся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что страх Господен — это сокровище, и это Твой дар. И мы хотим сейчас попросить его у Тебя. Пусть придет страх Господен на каждое сердце, кто сегодня является частью Твоего тела. Независимо от того, люди находятся сейчас в зале или нет. Но я прошу Тебя, чтобы страх Господен удерживал от греха, чтобы страх Господен удерживал от компромиссов, чтобы страх Господен был стражником каждый день и каждую ночь. Отец, сохрани нас от неправильных речей. Защити нас от поспешных выводов. Благослови нас не быть судьями, братьям или сестрам. Сохрани нас от этого. Боже, нам нужен страх Твой. Страх Господен, который переворачивает, переворачивает все и ставит на свое место. Который не оставляет прежним то, что надо менять. Поэтому во имя Иисуса Христа я благословляю сейчас каждого из нас осознать, что есть предвестники, предшественники славы Твоей. Помоги нам в этой славе пребывать. Помоги нам эту славу распространять. Но для этого пусть Господь сокровищем Твоим станет. Страх Господен. Я приглашаю сейчас эту составляющую Тебя. Потому что это часть Твоя. Страх Господен. Это часть Твоя. Это трепет. Это благоговение перед Тобой. Но это и любящий Отец. Чтобы одна обочина не стала другой. Господи, мы просим Тебя об этом сочетании и Твоей гармонии. О Твоем балансе в нашей жизни. Потому что на самом деле Ты был и остаешься любящим Отцом. Но страх Господи нас удерживает от многих неверных решений, от многих неправильных слов. И поэтому там, где Его не хватило, там пришли развалы и потеря. И пусть каждый человек увидит, в какой сфере жизни есть сегодня развалины. В какой сфере жизни есть потери, потому что там не хватило страха Господнего. И поэтому важно сегодня попросить прощения за это. Чтобы стена ушла и страх Господен вернулся. Чтобы дальше Он был охраняющим уста, охраняющим сердце, охраняющим наш выбор, чтобы нам ничего не делать поспешно. Дух Святой, я прошу Тебя об этом, потому что я жажду видеть славу Твою на земле. Я жажду, Господь, чтобы эта слава удерживала нас от всякого рода зла. Чтобы нам не по взгляду а по очей, не по слуху шей решать дела, но страхом Господнем исполнится. Возлюбленный, я молюсь, чтобы это стало потребностью для нас. Если этот дар Твой не придет, то нам негде его взять. Поэтому я прошу, приди, Господь, в каждое неравнодушное сердце. Приди, возлюбленный, и я благословляю каждого человека прямо сейчас принять дар Божий в свою жизнь. Возлюбленный, вера – это Твой дар, любовь – это Твой дар, смирение – это Твой подарок, но и страх, Господь, это Твой дар. И поэтому, зная, что у Тебя много различных даров, мы хотим узнавать Тебя, кто-то есть. Не просто, кем ты являешься в прошлом, а кем ты сейчас хочешь открыться. Я прошу Тебя, когда ты придешь страхом своим на Твой народ, то служения перейдут качественно на другой уровень. Когда каждый человек, приходя в зал, начинает понимать, здесь президент всех президентов, здесь царь всех царей, здесь Бог всех богов, и я пришел Ему поклониться, я пришел Ему служить, а Он хочет служить мне. Дай, чтобы это осознание нас вело в Дом Божий, чтобы это осознание нас вело в свои дома, на работы, чтобы все, что мы делали, делали во славу Господа, не как для человеков, но как для Бога. О, Рави, край добраясь, чтобы страх Господь, Он вел нас по жизни, а мудрость была советницей, и чтобы все прикладывалось к нам, как от щедрости Отца. Я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы каждый из нас в эту щедрость вошел, любимый, благословенный, любящий и творящий Бог. Запечатай эти слова, чтобы дьявол их не украл, чтобы он не сказал, а это не важно, даже если он так скажет, чтобы Твой народ не отреагировал, чтобы знали, Господь наш Бог, Ты наш Царь, Ты Отец, и Ты тот, кто будешь судить мир. Поэтому дай нам сегодня осудить свои дела так, чтобы нам не надо было это делать на суде, чтобы на суде мы уже услышали оправдан, оправдан кровью Агнца. Я благодарю Тебя, Отец, что благо нам будет напоследок, и в день смерти мы увидим благословение, и Твое благоволение. Я благодарю Тебя, папочка, что мы заблаговременно это можем делать, благодаря Тебя, что наша жизнь с каждым днем входит в большее и масштабное, потому что нас туда ведет мудрость, и страх Господень нас охраняет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздайте славу Богу, друзья, и утвердим эти слова в Божьей власти, Божьей веры в нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok